Мы продолжаем рассказывать о памятных датах Великой Отечественной войны в истории нашей Малой Родины. Освободив 31 марта станицу Анастасиевскую от немецко-фашистских захватчиков, наши войска двинулись по направлению к хутору Коржевски. 4 апреля он был освобожден. В этот день жители поселения вспоминали о небывалой стойкости бойцов и их героизме. Через хутор свистельников, входивший в состав земель Коржевского поселения, проходило несколько линий обороны фашистов. Это был один из самых неприступных рубежей голубой линии. Наступление на него началось утром 31 марта 1943 года. Фашисты укрепились за голубой линией, проходившей по реке Курки. Три ряда колючей проволоки, минные поля, колокольчики и другая сигнализация. Фашисты, пытаясь соорудить неприступный рубеж, способный удержать наступление нашей армии, не жалели ракеты пуль, освещая и поливая свинцом каждый метр земли, превращая в крепость каждый дом. Самые страшные бои были на свистельниках, как рассказывали ветераны, как рассказывали родители мои. Семь дней и ночей карусель кружила на свистельниках, штурмовики, бомбардировщики сбрасывали бомбы и хотели уничтожить наши войска, которые именно заходили сюда, к Коржевскому, к свистельнику. И вот расстояние вроде 12 километров от Анастасиевска до Коржевского, но это расстояние, как говорится, полито кровью и потом наших солдат. Четыре дня советские солдаты воевали с фашистами и 4 апреля полностью освободили территорию хутора. Спустя 74 года в этот памятный день жители Коржевского собрались вместе, чтобы отдать дань памяти героям-освободителям и всем, кто сражался за мирное небо над головой. На митинге присутствовали почётные гости – ветеран Великой Отечественной войны Иван Тимофеевич Тимовский, труженики тыла, дети войны, жители поселения, учащийся школ. Также почтить память героев, отдать дань уважения великому подвигу солдат-земляков собрались представители поселенческой и районной администрации. Открыла митинг, посвящённый этой памятной дате глава Коржевского сельского поселения Людмила Трегубова. Сегодня особенно важно знать, какие беды и испытания пришлось преодолеть нашему народу. Осознать и понять силу великого мужества, масштабы труда, которые помогли выстоять и победить в Великой Отечественной войне. Зинаида Андреевская родилась в 1942 году. Войну она не помнит, а о своём детстве, военные годы знает из рассказов матери. Зинаида Ивановна вместе с мамой жила в Коржевском. Ей было буквально несколько месяцев, когда немцы забрали их в плен. «Кормили ужасно, и лободу ели, нам кидали, как свиньям. У поля наберут взрослые, принесут, кинут, чтобы никто не видел. А мы это ели, а всё больше я. А после войны в 1947 году, то уже было мирно, но голодный год». В 1947 году Зинаида Ивановна с матерью вернулись из плена в Коржевске. Война была окончена, но большой объём работы по восстановлению народного хозяйства, голод, были тяжёлым испытанием для ребёнка. Подобные судьбы – знак того страшного времени. Война оставила свой след в жизни каждой советской семьи. Тех, кто не вернулся с войны, тех, кто не пожалел своей жизни для Родины, на митинге почтили минутой молчания. Затем в знак вечной памяти участники митинга возложили цветы к подножью монумента славы. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».